Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас, собравшихся сегодня на региональный этап 26-х международных рождественских образовательных чтений, которые в нашем регионе проходят уже в третий раз. Главная тема чтений в этом году – нравственные ценности и будущее человечества. Бросается в глаза пафос слов «будущее человечества», которое нам предлагается сегодня обсудить. Но именно нравственные ценности, носимые и передаваемые от родителей и учителей грядущим поколениям, и формируют будущее. Сегодня грех становится нормой, поскольку в обществе потребления нет почвы для понятия «нравственность», «утрачено христианское понимание взаимосвязи, понятий свободы и ответственности», совсем недавно сказал Святейший Патриарх Московский в Северусе Кирилл. От пресловутого человеческого фактора, который мы только что видели перед началом, это буквально самая мелочь, которая может быть в нашей жизни, но от этого человеческого фактора уже не раз зависело будущее человечества. Как это было во времена недавно вспоминаемого нами Карибского кризиса, бывшего 55 лет тому назад. Сегодняшние угрозы не менее опасны, и снова наше будущее зависит от тех нравственных ценностей, которые имеют или не имеют сильные мира сего. О некоторых актуальных проблемах и повреждениях нравственных ценностей, специфических именно для нынешнего времени, хотел бы поразмышлять сегодня вместе со всеми вами. Невежество и некомпетентность может произвести разрушение не меньше, чем химическое или ядерное оружие. Религиозное невежество породило сегодняшнюю войну в Сирии, где новейшими оружием и колоссальными усилиями исправляют ошибки религиозных псевдоучителей. Нравственное невежество породило войну против традиционной семьи, когда женщины становятся подобием мужчин, а мужчины подобием животных, лишая себя, детей и всякой надежды на будущее. От невежества рождаются суициды, наркомания, революции, террор, деструкция и в конечном итоге смерть. Невежество в исламе порождает религиозный ислам. Неведение элементарных основ христианства и православия порождает религиозные и общественные формы, противоречащие этике православия, основанном на принципах любви, терпения и сострадания. Нетерпимость не к греху, а к носителю греха человеку становится, к сожалению, знаком нашего времени. И это все становится возможным вследствие незнания православного мировоззрения и православной культуры, о которых Церковь говорит уже много и много лет. Приходя к вере из жизни, в которой не было с молодого возраста укоренено православие в его чистоте, человек может привнести с собой и чуждое мировоззрение. Происходит подмена истинного православия святых отцов уродливым суррогатам, жалкой подделкой, предрассудками. Мы уже много лет предупреждали и продолжаем предупреждать, что нежелание изучать и знать православную культуру делает человека неспособным распознать ложь, дает почву для манипуляций со стороны людей, нежелающих мира в нашем Отечестве. Невежество порождает мифы. История, если ее используют как средство манипуляций, наполняется мифами. Одной из роковых ошибок, допущенных нашими предками столетия тому назад, была недооценка этого фактора. К мифам и слухам относились снисходительно. В приличном обществе считалось недостойным обращать на это внимание. И незаметно лучше клевета, распространяемые средствами массовой информации, специально направляемые в народ слухи, достигли такой критической массы, что сопротивляться этому уже не было никакой возможности. В военном плане победа России в Первой мировой войне была близка. Уинстон Черчилль писал знаменитые слова о России. Держа победу в руках, она, Россия, пала на землю заживо. Мы проиграли не силе оружия, а силе пропаганды. На место честной борьбы, на которую только и были способны люди благородные, пришли времена подлости и предательства с таким идеологическим оружием, использовать которое было немыслимо для приличного человека. Море лжи было вылито и на семью последнего русского царя. Его волны до сих пор захлестывают в наше общество. Наша задача и в себе самих, и в наших учениках воспитать стойкость к пропаганде и манипуляциям, вкус к сложным поискам, непростым вопросам, к жажде правды. «Блажение, алчущее и жаждущее правды, говорит Господь, наших детей должен вдохновлять труд по поискам правды в самом широком смысле, в том числе и исторической правды, так сильно, как голод заставляет искать человека пищу. В этом залог их невосприимчивости политическим манипуляциям и клевете на свою страну и ее историю. К сожалению, на этом поприще мы пока терпим досадные неудачи. С болью в сердце мы наблюдаем за тем, как соседние страны сознательно и грубо перекраивают историю в своих политических целях. В некоторых странах сносят памятники советским войнам. Мы чувствуем несправедливость, взирая на это. Но они хотя бы четко представляют цель, которую ставят перед собой. И эта цель – те сиюминутные политические выгоды, которые они хотят получить для пользы своей страны. Они не хотят испытывать благодарность русскому воину. Новосозданный образ российского агрессора политически более выгоден, чем воспоминания о воине-освободителе. Они и так видят благо своего народа. Они, несомненно, ошибаются, но мотив их поступков хотя бы ясен. А зачем, скажите, мы сами занялись клеветой на свою собственную историю? Личная жизнь императора Николая Александровича и в бытности его цесаревичем и во времена царствования хорошо была известна и задокументирована. Никто, даже его убийцы, его политические противники, считавшие его виновником развала страны, никогда и ни при каких обстоятельствах не подвергали сомнению его нравственную чистоту, его благородство и идеальность его семьи. Сегодня мы становимся свидетелем того, как и эта сфера жизни государя покрылась толстым слоем клеветы. Для того, чтобы думающие и интересующиеся люди смогли припоснуться к подлинным историческим свидетельствам, не с пересказом и интерпретациям, а без пристрастным документам, мы в нашей епархии создали информационный портал «Царская семья РФ», где можно ознакомиться с мыслями и словами царской читы и самому сделать выводы о том, что это были за люди, как они любили, как они чувствовали, о чем мечтали. И я бы хотел всем порекомендовать, ну кто желает, конечно, и интересуется этой темой, прикоснуться к нашей подлинной истории и найти для себя что-то новое и полезное. Намеренно касаюсь сегодня темы личной жизни царской семьи. Ведь можно часами говорить детям об абстрактных нравственных понятиях и ценностях и остаться абсолютно неуслышанными. А можно лично совершить один по-настоящему нравственный поступок и зажечь ему сотни молодых сердец. А если этот нравственный подвиг был длиною в жизни? А если одна страница, один день жизни семьи государя-императора способен вдохновить наших современников и соотечественников, то почему до сих пор мы не открыли для себя эту ценность? Почему не передали этот бесценный опыт детям нашему будущему? Эти и иные не менее актуальные вопросы мы будем поднимать сегодня на пленарном заседании в течение всей этой недели, пока будут проходить наши рождественские чтения. Мы приглашаем всех вас к встречам с интереснейшими людьми, с действительно уникальным опытом, как региональным, так и опытом наших гостей. Прозвучат интересные и глубокие доклады о том, как нам сохранить наши главные ценности – отечественную культуру, веру, независимость, наш язык, нашу историю, добрые нравы, да и саму жизнь народа, нашего народа, то есть нас с вами. Мы постараемся сделать это без пафоса и с любовью. С любовью и надеждой на то, что это наши совместные труды наполнят чью-то жизнь смыслом, придадут сил, откроют неведомые доселе горизонты, помогут открыть очевидные, сохраненные и неповрежденные традиционные христианские нравственные ценности остаются единственным залогом того, что у человечества есть будущее. Благодарю за внимание. Бог в помощь. Субтитры создавал DimaTorzok